всем приветики некоторые из вас хотели чтобы я записал смр но дело в том что голос которыми говорю это мой нормальный голос то есть это не шепот и не знаю почему все так считают просто мне такой тихий голос и на самом деле шепчу я совсем по-другому например вот так я могу шептать но если записать видео шепотом то это не делает его асмр асмр это какие-то такие приятные ощущения которые испытывает человек и если музыку нужно слушать то асмр надо слышать чтобы как бы получить те самые ощущения релакса но я не не ну как бы это сказать это мой нормальный голос ну то есть я не говорю шепотом так что в принципе принципе даже ну и потом для асмр нужен специальный микрофон такой который в виде таких двухчеловеческих ух и он стоит тысяч 10 долларов и тогда и и почему столько стоит потому что он действительно передает запись так как слышит ее человек и и потом можно прямо в это ухо которого но микрофон который выглядит как ухо прямо туда что-нибудь шептать и вам только в ушко будет так приятно что-то такое вот и вы и вы такие услышите и вам такое прям понравится это будет так как щекотно такой вот но это как бы больших денег стоит конечно же себе никто такое не позволит и многие многие сейчас так делают просто запишут видео шепотом выложит его на youtube и считать что это асмр но если вы говорите шепотом то это не делает ваш ролик асмр асмр это асмр это не шепот это именно какие-то звуковые такие а колебания которые вызывают в человеке приятные ощущения которая доставляет ему что такое приятное такое вот но шепота не всегда не всегда может достать человеку приятно ощущение тем более если там слышно какие-то там посторонние шумы там и все такое вот ну в общем ну а я я насчет асмр что могу сказать что ну как бы у меня во первых нету специального оборудования такого ну не специального хотя бы хорошего качественного во вторых то что ну я даже не знаю это надо долго о чем-то говорить что-то там рассказывать а что можно рассказывать я не знаю полчаса например это ну я не знаю конечно же во время асмр асмр не важно не важно конечно же что говорится важно как говорится но дело в что это тоже надо сидеть и полчаса что-то вот рассказывать это довольно таки сложно вот поэтому я даже не знаю что насчет асмр и и вообще ну я не знаю честно говоря но то что вам хотелось бы асмр-канал я тоже часто слышал часто слышал но я просто не знаю в каком а что мне делать эти все эти полчаса что мне говорить что мне тем более что это же будет получается как видео то есть это помимо того что нужно что то говорить полчаса тебе нужно полчаса что-то делать, то есть, чтобы на экране что-то было, а что можно сделать за полчаса? Вот это, я не знаю, я просто не представляю. Если вы, у вас есть какие-то идеи, которые вы можете мне предложить, то я, конечно же, я бы рассмотрел эти идеи, и, возможно, бы я бы к ним как-то, ну, прислушался бы, и, возможно, бы что-то из этого реализовал бы, если бы было бы что-то такое интересное и подходящее, но я вижу только в комментариях, что сделаю СМР, но на самом деле это сложно, это сложно, да, потому что, ну, это надо что-то говорить, что-то показывать, как-то что-то, ну, я не знаю, это... Я, конечно, могу попробовать, но я не знаю, я просто плохо себе представляю, как это... Поэтому, если у вас есть какие-то идеи, те, кто хотел именно услышать СМР на канале, если у вас есть какие-то идеи и предложения, я бы рассмотрел бы их, и, возможно, бы, как я уже говорил, опять же повторюсь, что я бы, возможно, бы действительно бы сделал так, как вы мне бы предложили просто, что... А... нет предложений, есть только... есть только пожелания того, что хотелось бы СМР, а как его сделать, я не знаю. Может быть, это видео будет как... возможно, как СМР, если кому-то подойдет такой ролик длиной, сколько нужно длиться, 6 минут? Но 6 минут это мало. Для СМР надо, не знаю, полчасика хотя бы, чтобы человек мог включить ролик, заниматься чем-то... Ну, или не заниматься, а просто включить, сесть и расслабиться. Включить ролик, закрыть глаза, расслабиться и получить от него удовольствие. Но я не знаю, хватит ли 6 минут, конечно же, нет, надо больше. А я, в принципе, все, я, наверное, даже не знаю, что вам еще сказать такого, чтобы продлить этот ролик, потому что то, что я хотел сказать, в принципе, я уже сказал, и все, мне больше как-то нечего особо сказать. И вообще, если вы заметили, если вы заметили, то все мои ролики, которые выходят на канале, они все идут без сценария. А это, ну, с одной стороны, может быть, и хорошо то, что вы слышите все, как есть. То есть, я прямо жну, то есть, живые, живые мысли, эмоции. То есть, ты как-то, если это какая-то распаковка, то ты сразу первое свое впечатление об этой распаковке и говоришь тут же. в то время, когда по сценарию ты уже заранее знаешь, что ты скажешь. То есть, ты знаешь, что ты вот, ты наверняка заранее распакуешься, посмотришь, составишься в сценарий и в этом сценарии напишешь, что и как ты скажешь, что вот такая коробка, вот я ее открыл, вот тут это, вот тут то, вот и все. А так, со сценарием, без сценария, вернее, ты всегда будешь говорить как-то по-разному. То есть, ты открываешь коробку, видишь что-то, а ты впервые это видишь и, соответственно, у тебя первое впечатление. И ты этими впечатлениями делишься с людьми и люди слышат, как ты такой «Вау!» И это, мне кажется, хорошо, да, потому что... Но с другой стороны, порой я часто запинаюсь, часто заговариваюсь и это, конечно же, не очень хорошо, это да. эмоции и впечатления это хорошо, но... Но именно вот эти вот все косяки это не очень хорошо, поэтому да. И даже сейчас я все это записываю просто на ходу, я просто включил запись и записываю, а все говорю вот просто на ходу придумывая что-то и донося это до вас. не знаю, понравится ли вам такое... такое... я хотел сделать что-то похожее на ASMR, но я не знаю, получилось ли у меня или нет, потому что это на самом деле сложно, недостаточно записать видео шепотом, чтобы оно стало ASMR, нужно, обязательно нужно, чтобы оно действительно содержало в себе что-то, что вызовет в людях положительные, приятные эмоции и ощущения. недостаточно просто шептать, важно, важно, чтобы это еще и передавало тот самый звук, который придаст людям, даст людям то, зачем они пришли, но это на самом деле, ну, многие, конечно, так делают, но это на самом деле не так, не так это все работает, вот, так что в принципе, думая, что 10 минут, нормально, для тех, кто хотел услышать что-то похожее на ASMR, ну, вот, как так, примерно, это, но только гораздо дольше все это должно быть, не 10 минут, ну, и вообще, я не знаю, что говорить, вы-то, конечно, хотели, я как-то попытался на это отреагировать, но я не знаю, мне кажется, не очень получилось, но, как говорится, пусть не круто, но хоть как-то, вот, возможно, когда-нибудь, когда у меня будет микрофон получше, и когда я придумаю, что мне вам такого говорить полчаса и показывать, тогда вы увидите какой-то качественный ASMR, вот, но, но пока что я не знаю, я не знаю, как, как вам перенести тот самый ASMR, которого вы ждете, интересно, как правильно считаю, там какая-то расшифровочка есть, типа, ASMR это аббревиатура, а полная расшифровка, я не знаю, ну, вернее, я видел, но я не запомнил, как она звучит, что там, assembly, что-то такое, ну, в общем, да, что-то такое, вот, ну, как-то, как-то так, вы мне, если что, напишите те, кому это интересно, а как, как, каково, каково, как нужно, что, чего вы бы хотели от ASMR, от меня, потому что вы пишете, сделай ASMR, ну, ну, мне бы хотелось бы еще услышать, как, как мне это сделать, вот, да, это, это, самое главное, вот, и тогда я бы уже знал, ну, в каком направлении мне двигаться, а так я пока что, ну, примерно, как, как-то так, я как себе представлял это, так я его сделал, вот, ну, как, как именно нужно вам, я не знаю, вот, такие вот делишки, ну, ну, а на этом, пожалуй, все, всем пока.